Рад приветствовать всех зрителей и слушателей моего канала. Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю серию дуэльных игр. Я участвую в турнире и... в дуэльном турнире, то есть в игре только два человека. И рассказываю о всех своих матчах. Это уже, по-моему, пятое видео. В данной игре я буду играть за право в следующей игре сразиться с человеком, проигравшим в полуфинале. Напомню, я уже один раз проиграл, поэтому играю по ветке лузеров. И, соответственно, если я ещё раз проигрываю, то вылетаю из турнира. Мой соперник в этом матче русскоязычный игрок с ником Урал. И мы вместе с ним проиграли в четверть финале ветки победителей. Поэтому вот сейчас встречаемся в ветке лузеров. Ещё раз повторю, победитель этой пары выйдет на проигравшего в полуфинале. Путём вычёркивания нации получилось, что я играю за Японию, а мой соперник за Сиам. Я специально сделал, чтобы не было повторения нации, с которыми я уже играл. Ну, чтобы вам было интереснее видео смотреть. И впредь постараюсь поступать так же, если я выиграю. Ну и начинается партия, естественно, с рассмотрения места, где мы появились. Очень замечательное место для роста. Прям вот идеально для традиции. Для того, чтобы идти по ветке традиции. Но мы с вами всё-таки в дуэльном турнире. И надо посмотреть. Вот тут мне очень хочется пойти по традиции, действительно. И хотя всего один ресурс с тремя яблочками, видите, вот коровки. И тот всё равно на третьем радиусе. То есть ещё далековато до него добраться надо. Зато очень много лугов рядом с рекой. То есть город, по идее, будет расти как на дрожжах. Но всё равно, прежде чем определяться с тем, по какой ветке развития идти, надо найти соперника и осмотреть территорию. До этого момента выбирать между традицией и волей не стоит. Обратите внимание, что мой соперник основал город на первом ходу. Я же передвинул вот на алмазы. Причин две. Во-первых, мне не надо будет строить шахту. То есть как только я открою майнинг, у меня сразу алмазы присоединятся к моей сети. И у меня будет куча счастья. Во-вторых, это расположение рядом с горой. То есть я смогу в отдалённом будущем построить обсерватории, если мы дойдём до этого момента, и у меня будет больший прирост науки. Ну и вообще, в принципе, оба места были одинаковых. Только за счёт... А, ну ещё и холм, кстати. Так как я поставил город на холме, то у меня, соответственно, производство в нём будет повыше. Так что вообще место очень хорошее. Тут передвигай, не передвигай. И просто дополнительные бонусы появляются. Замечательное место для роста. Осталось пока... Вот у меня ещё где-то ходов девять. Если я, конечно, культуру не найду в каких-нибудь развалинах. Ещё ходов девять есть определиться всё-таки через традицию играть или через волю. То есть если мой соперник будет далеко, и ему сложно будет до меня добираться... А, ну вот смотрим демографию. Видите, еды больше у моего соперника. Аж на две... На два яблока. То есть он... У него город обрабатывает две... Ну вот сейчас одинаково стало, потому что у меня включен на производство. В общем, мы одинаково. А вот и скаут моего соперника. Я у него руины успел перехватить. Значит, он близко. Значит, воля. Тут без вариантов. Смотрите, шесть ходов. Он построил скаута примерно тогда же, когда и я. То есть его город, видимо, где-то вот от этого места в клетках... В клетках, наверное, шести... Ну, может, в меньшее находится. Так что будем ставить города в правую сторону. Я своим скаутом, который превратился в лучника, сейчас иду вверх. Потому что скаут противника пришел справа. Значит, его город справа. Я примерно представляю, где он может находиться. А он плюшки уже все оттуда собрал. Значит, а сверху он еще ничего не исследовал. Поэтому мне лучше исследовать территорию, которую он еще не исследовал. А до его города я, слава богу, доберусь. Потому что я уже приблизительно знаю, где он. Видите, я сейчас размышляю, начать строить воинов или все-таки еще на рост упереть. И решаю пока делать зернохранилище построить. А его столица уже выросла до размеров три жителя. Япония, видимо, он нашел в руинах плюс к жителю. Потому что по еде у него там небольшой перевес надо мной. Это значит, что у меня, видите, еще аж пять ходов до вырастания. Поэтому явно он жителя из руин достал. Ну, повезло. К сожалению. К моему сожалению. Пару слов о нациях, которые мы выбрали для игры. Я считаю, что соперник ошибся, отдав мне Японию. Потому что, в моем понимании, это одна из сильнейших военных наций в этой игре. Уникальная способность Бусидо, которая дает возможность юнитам воевать с той же силой. Раненым юнитам с той же силой, как будто они не ранены. Позволяет создавать армию таких зомби, которые на последнем издыхании выносят сильные юниты противника. Это очень крутая специфика у Японии. И плюс еще уникальный юнит самурай. У которого, напомню, плюс 15% силы на открытой местности. И плюс 100% к появлению генерала. Армия из 4-5 самураев, идущая с копом, может снести любого на своем пути. Но мы не будем... Я никогда не играю в ожидании каких-то уникальных способностей нации. Тем более, что соперник, знаете, может расслабиться, думать, вот, Халецкий играет через Японию, сейчас будет ждать самураев. Мы не будем ждать. Мы у нас все те же лучники есть, лучники на колесницах. Хотя вот как бы конников пока у нас тут немного, я смотрю. Но неважно. То есть никто самураев ждать не будет. Мы сразу берем быка за рога и будем напрягать соперника как можно раньше. Я тут рассматриваю, куда мне следующий город ставить. Вот, похоже, будем справа от столицы ставить на речку. Вот там, где Хлопок, вот в ту сторону. Все равно соперник мой как раз справа находится, и мне в его сторону в любом случае надо ставить города. Места очень хорошие. По-моему, за все пять игр, которые я вам показываю, это одно из лучших мест, которое мне выпало. И, по идее, если играть через традицию, тут можно вырастить очень классные 3-4 города. Ну, как видите, в демографии ничего не изменилось. То есть у моего соперника, видимо, тоже дуболом и лучник. То есть у него скаут, наверное, в лучника превратить. А может, он второго скаута построил. У него дуболом и два скаута. Ну, вот и у меня столица, как видите, выросла до трех жителей. Я и тоже решил одного скаута построить. Но не забываю о росте. Для этого амбар построен, и все переключается на рост. Поселенца я не буду строить до принятия политики. Ветки воли там, где дают бесплатного поселенца. И потом уже буду усиленно их клепать, чтобы подобраться поближе к сопернику. В принципе, настало время для того, чтобы найти город, столицу Голландии. И вот он подкрадывается. Не дал я ему подкрасться к моей столице. Он мою столицу не увидел, кстати. Но увидел границы. Он видит границы, но столица ему не видна. Найти уже столицу Голландии и прикинуть примерный план по его захвату. По ее захвату. Как видите, все мои игры строятся через атакующую тактику. Единственным отличием была вторая игра против сингапурца End Turnfest. И то только потому, что он быстрее начал меня атаковать, чем я его собирался атаковать. Если помните, он вообще в городах ничего у себя не строил, кроме лучников, и пришел с ними ко мне. Поэтому он там был главным атакующим игроком в игре. Извините за тавтологию. А я уже отбивался в меру своих сил. Но гитарер Зинаида там решала. И слава богу, мы победили. Вообще, в принципе, конечно, отбиваться, наверное, можно сказать, с одной стороны и проще, с другой стороны и сложнее. Тут все зависит от войск и от тактики играющих. Вот видите, я сейчас воспользовался shift ходом своим этим и постараюсь убить скаута. Не успел. Ну, попытаемся его нагнать где-нибудь. Вот следующим ходом я попытаюсь его расстрелять все-таки лучником. Границы он увидел мои. Сейчас я его добью. Хочется верить. И вот этими тремя юнитами пойду разузнавать территорию соперника. И если получится, там победокурю ему в тылу что-нибудь. Там какой-нибудь, может, рабочего захвачу. Или разрушу улучшение. Посмотрим. Как получится, так получится. Так, скаута я его не успеваю убить. Какой у него метеорный скаут. Носится, как угорелый. Убегает со всех ног. Молодец. Вот уважаю таких быстроногих скаутов. Все-таки, видимо, Олимпийские игры в данной реальности нашей игры проходят у Сиама. В столице здесь они придумали Олимпийские игры. И там тренируют вот таких скаутов, которые так. Что у нас с демографией? Похоже, мой соперник с роста переключился на продукцию. И видите, у него в социальных политиках ничего не показывается. Что он принял традицию или волю. Это не значит, что он ничего не принял. Это значит, что он принял только одну политику пока. А пока будет видна политика, только когда их две принимает. Так вот, одну политику, и так как до сих пор не видно, то, скорее всего, это воля. И он тоже пошел по воле. Так что игра, видимо, затяжная будет. Если бы он принял традицию, было бы в данном случае намного легче. Потому что близко мы находимся друг от друга. И так, видите, у меня больше еды. То есть, это значит, что он переключился на производство. Но даже благодаря переключению на производство у него все равно молотков меньше, чем у меня. То есть, я сразу могу сказать, что у него город не на холме находится. И вообще, рядом ресурсов производства не так много, как у меня. То есть, у меня, видите, камень и лошадки, они нормально дают производство. Но зато, видимо, у него больше еды. То есть, тоже такое жирноватое место. С другой стороны, чего нам гадать, мы сейчас пойдем и увидим. Собственно, видите, я вот уже в Киото второго подряд лучника строю. Но не забываю о росте. Все-таки пока у нас не строится поселенец, можно расти. Тем более, что и счастья у нас будет много. Ага, вот и границы Сукатай, да, по-моему, столицы Сиама в игре. Ну, вот я вижу уже вино. Вино. Но, а не азис, а озеро. Но озеро это, считайте, как река. И вокруг себя все клетки, которые вокруг озера, можно застраивать фермами. То есть, после госслужбы будет нормальный прирост еды. Правда, я вот вижу, что пока ни одного луга нету. Там сплошные равнины. То есть, поменьше еды. Не такое зеленое место, как у меня, но это... Ага, вот и Сукатай. Поменьше, видите, я уже его столицу увидел. Она у него размером три, а у меня уже четыре. То есть, он на что-то переключил производство и что-то там усиленно клепает. Неужели в Великую Библиотеку? Вот было бы классно, если бы он Великую Библиотеку строил. Я бы тогда так обрадовался, так обрадовался. Ну, продолжаем исследование... Ну, тут параллельно варваров всяких убиваем. Продолжаем исследование территории соперника. А, вот ему тут варвары мешают. Ну, мы отойдем, чтобы варвары не на нас нападали, а на него. Потому что я вижу, что у меня у скаута поменьше здоровья, чем у его скаута было. А напомню, варвары нападают на тот юнит, у которого здоровья меньше. О, ну вот смотрите, у него в плане еды похуже территория, чем у меня. Похуже, зато золота, по идее, должно быть много. Аж три ресурса вина и ресурс золота. То есть, с золотом у него проблем быть не должно. Ну, вот он еще может добраться до этой пшеницы. Но место у него похуже, прямо скажу. То есть, мне с местом под столицу повезло больше. И несмотря на то, что у него там аж три вина, но желательно в дуэли все-таки золото не так критично, как еда и производство. И особенно производство, я бы даже сказал. В этом плане у меня повеселее. Молоток, алмазы, вообще тут горы вот рядышком. И следующие города, которые я вам смогу поставить. Ну так вот мы находимся недалеко друг от друга. Так, навскидку клеток десять между нашими столицами. Так, ну что, тут аж у него уже два рабочих. Он явно захватил рабочих у городов-государств. Уже две штуки захватил? Знаете что, мне кажется, он по воле пошел вот ту ветку, которая бесплатного рабочего дает. Вот что интересно. То есть, не те, которые поселенцы, а те, которые рабочие дают. То есть, я не верю, что можно было уже двух рабочих захватить у городов-государств. Тем более, что городов-государств-то не видно поблизости. Они где-то... Ну, то есть, может, вот один город где-то внизу и есть. Там, откуда как раз и могли. Он мог захватить город-государство рабочего. Но второго рабочего он, видимо, получил от воли. И вот он интересный вариант, что мы идем одновременно по воле, но по разным веткам. В разной последовательности. Ну, не знаю, мне кажется, в дуэли поставить... Ага, он даже вниз не ходил. Смотрите, я тут его руины нашел, которые ему предназначались. Ну, вот и мой поселенец. Мне кажется, что в дуэли идти не к поселенцу бесплатному, это чревато. Тут важнее, как можно раньше поставить города, чем соперник, и клепать в них юнитов. То есть, тут смысл-то в том, чтобы задавить соперника военной силой. Если идешь через волю, то у тебя будет производство, и ты будешь в городах клепать военные юниты. И, соответственно, чем больше у тебя городов, тем больше юнитов у тебя будет, и тем больше вероятность в итоге победить. Ну и что мне дали руины? А, мне веру руины дали. Ну, замечательно. Сейчас мой любимый пантеон плюс к производству возьму. Так, ну, как тут нагадить? Что сделать плохого в тылу? У соперника можно пообстреливать лучника. Замечательно. Но я думаю, что я его сейчас заставил юниты строить у себя в столице. Поэтому мой рейд был не зря. Сейчас Урал у себя в Сукатае судорожно пытается построить больше юнитов, чтобы я ему не мешался. Вы знаете, вот тут я зря своему лучнику, который был раньше скаутом, дал улучшение плюс к войне на плохой местности. Надо было его лечить, потому что там, вот видите, сверху варвар подкрадывается. И, видимо, скоро моего юнит, мой бедный лучник, Тамуки Сирахито пойдет смертью храбрых. К сожалению, тут я не сообразил. И все из-за моей невнимательности. Так, ну, мы начинаем сеттлеров строить. Вот покупаем еще и клетку, где побольше молоточков. И третий юнит пойдет уже, третий поселенец пойдет уже прямо под столицу Сиама ставить город. Пять населения. То есть я уже опережаю даже по населению Сиам. И, знаете, меня вот беспокоит то, что он переключался на производство. Я как-то не вижу видимых причин. Знаете что? Мне что-то кажется, что он не захватывал рабочих. А первого рабочего он построил у себя в столице. А второго рабочего взял с ветки воли. Вот как-то так. Как мне кажется. Вот так он поступил. Потому что у него столица давно была переключена на производство. А войск как-то у него не больше, чем у меня. А ведь я свою столицу на производство не переключал. Она как у меня была на рост, так и была. И я таким образом и строил лучников. И только сейчас ее переключил, чтобы поселенца построить. Ну, как я и говорил, моего разведчика-лучника зажали там в уголке варвары. И боюсь, что это конец его славной карьеры. Ну, повоюем еще. А здесь я своим воинам, видите, разрушил лошадок. Я считаю это нормальный. Ну, хороший результат. И даже если он там умрет, то мне не жалко. Я напряг своего соперника. Хотя, конечно, лучше бы его вывезти оттуда. Нет, он уже умер, к сожалению. Жаль. Покойся с миром на мука Хирохита. Осака основана. Очень хорошее место. Опять же и лошадки. Тут у нас и соль, и хлопок. То есть, очень много всего. Мы сможем и счастье поддерживать, и юниты в будущем клепать. И отправляем, чтобы Сиам не расплаблялся, отправляем лучников. Так, а зачем я сюда скаутом походил? А, еще разрушим вот. Да. Разрушим шахту с алмазами. Тоже, видимо, этому скауту конец придет. Но я считаю, что оно того стоило. И, к сожалению, вот больше всего мне жалко вот этого разведчика-лучника. Его варвары все-таки добьют следующим ходом. Очень-очень жаль. Ну, скаут погиб, выполняя важную миссию. На несколько ходов снизив счастье оппонента. И доходы от шахты с алмазами. Сейчас он будет, у него, так, он передвинет сюда рабочую. Но где-то хода три он будет восстанавливать эту шахту. Так что нормально. Тем временем мы вот уже третий город поставим. И все идет по плану. Ну, демография, как видите, все в мою пользу. Что очень хорошо. Я очень рад. Продолжаем в том же духе. Я прыгнул на пять ходов вперед, потому что ничего не происходило. Никакие юниты не убивались. Я вел своего второго поселенца для основания третьего города под столицей Сиама. И вот я хочу поставить третий город вот на правой клетке, где джунгли. Видите, вот следующая правая клетка от поселенца, где джунгли. Вот я планирую ставить город туда. В Киото в это время строятся пирамиды, то есть по моему обычному плану. Я даже в этой игре решил не захватывать рабочих у городов-государств. Ну, потому что немножко так далековато еще находятся эти города-государства. А у меня скауты, если вы помните, были заняты грабежом в районе города Сиама. Так, ну что, жду таймера, чтобы не сразу раскрывать свои планы сопернику. Тем более, я вот не знаю, он меня не должен видеть. Он не должен видеть моего лучника и поселенца. Опаньки, передвигает так. Надо все-таки выдвигаться по-быстрому, иначе еще может туда встать. Все, и следующим ходом я на этом месте буду ставить город. Так, 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 надо бы... Ой, блин, я дурак, смотрите. Так, быстро убираем, это хорошо, я быстро сообразил. Вы понимаете, что произошло? Просто между городами должно быть три клетки. А между тем городом, где я собирал... Между моим поселенцем и столицей Сиама было всего две клетки. Я не знаю, как я так просчитался. Дурак, да, вот я пишу сопернику, не посчитал клеточки. Да, чуть не лишился своего любимого поселенца. Блин. Вот это к тому, что надо быть всегда внимательным в игре. То как-то расслабился. Почему я решил, что я могу... Ну, конечно, место хорошее, поэтому я и хотел туда поставить. Ну вот, видите, сейчас Урал будет пытаться, видимо, каким-то... Но он не успеет. Он, конечно, может обстреливать моего лучника. Я даже не думаю, что он его успеет убить. И даже если он его успеет убить, то ему нечем захватывать поселенца. Так что я поселенца без проблем поставлю. Слава богу. Да, вот, успеваю. И давайте сейчас успеем вот этого лучника. Успеем, успеем. Не успел я, по-моему. Он успел его убрать, к сожалению. Да. Не успел я его убить. Жаль, жаль. Ну, город поставлен. Вот мой форт-пост, откуда начнется наступление на столицу Сиама. Причем местность у Сиама располагает к хорошей защите. Поэтому, видимо, нападение будет осложнено. Тем более, что я вижу, мой соперник Баклуши не бьет. У него там, как минимум... Вот мы сейчас трех лучников видели. То есть, как минимум, его армия соответствует моей. И мне надо еще постараться его превзойти. Ну вот, я традиционно заканчиваю строительство пирамид. Значит, у меня сейчас рабочие. Просто метеором будут строить дороги. Каждую клетку по дороге. И они два хода... Извините, каждый ход дорога, а не каждые два хода. И быстренько соединяем Токио, Осако и Киото в дорогу смерти, по которой отряды японских самураев будут двигаться на погибель Сиама. Хотя, пожалуй, для начала стоило бы присоединить вот ресурсы роскоши. А то у меня минус четыре в счастье. Совсем грустные японцы живут в моей империи. О, смотрите-ка, Сиам вырвался вперед по солдатам. Я вижу... Моё нападение на Сукатай и Токио под боком довольно сильно напугало Сиам. И, видимо, он вот в своём единственном городе сейчас занимается строительством войск. Надо бы это проверить. Потрепать его. Не надо оставлять его в благостном ожидании того, что он будет нападать на меня своими войсками. Надо постоянно напрягать. Так, ну смотрим в дипломатии, что Сиам действительно по воле тоже пошёл. Уже принято две политики у него. И вот непонятно. То есть, видите, по идее, две политики – это значит, что он должен был взять уже бесплатного поселенца. Вот если идти, как я играл. Но я не вижу нигде его городов. Ещё хотя бы один город, в отличие от столицы. Либо он его поставил где-то очень далеко. Что, по-моему, не очень рационально. Либо он всё-таки вот пошёл, как я и говорил. Сначала взял бесплатного рабочего и увеличение скорости строительства улучшений. А потом уже идёт к поселенцу. То есть, следующей политикой он будет брать бесплатного поселенца. Видите, я сейчас лучников передвигаю на свою территорию, потому что следующим ходом открываются меткие луки. И я быстренько апгрейдю своих лучников в метко-луки. Мне будет веселее нападать на соперника. Я думаю, он удивится. Явно он пока отстаёт от меня по науке, потому что у меня население побольше. Но он там, видите, своими лучниками пытается и сразу убить моего меткого лука. Вообще, какой-то очень кровожадный у меня соперник, согласитесь. Я пришёл с добром, так сказать. Говорю, давай по-хорошему ты мне проигрываешь и всё на этом. Нет. Он обстреливает моих лучников. Всячески мешает мне победить. Я считаю, это просто свинство. Очень некрасиво со стороны Урала. Такое ощущение, что ему просто жалко, чтобы я победил. Ладно, что ж. Конечно, обидно, но придётся тогда старыми дедовскими методами действовать. Постараюсь убрать лучников. Как всегда, в начале хода у меня, естественно, появляется повышение в ранге. И я не могу быстро убрать своего юнита. Он теперь, я тоже принимаю политику, социальный институт, который даёт бесплатного ещё одного рабочего. И ещё больше ускоряет строительство всего и вся. Вот теперь действительно будет за один ход строиться дорога, как видите. Ну, так, пока апгрейдю оставшихся у меня лучников, которые есть. А у меня их всего три. То есть у меня-то армия сейчас ещё небольшая. Проведил. Как вы помните, вот мой рейд, когда я уничтожал конников, алмазы. И там я потерял свою небольшую армию в виде скаута, лучника и дуболома. В общем, у меня три города сейчас. И они начинают усиленно строить армию, пока рабочие достраивают дорогу смерти к Сиаму. По-хорошему, места много. И ещё как минимум три города можно поставить, чтобы больше было производства, больше строилось. Но пока мне надо всё-таки присоединить ресурсы роскоши, вот как минимум этот хлопок, для того, чтобы поднять настроение. Пока размещать города просто нету счастья. Ну и война, судя по всему, затянется, потому что мой соперник тоже пошёл по воле. Как вы видите, по демографии у него уже больше войск, чем у меня. И несмотря на то, что я стою у границ его столицы, захватывать её не получится, так как в прошлой игре, навалом. Потому что соперник готов, в общем-то. Он имеет практически такое же производство, как у меня. Единственное, вот у него городов меньше. Вот мне непонятно, он действительно не строил город, что я сомневаюсь, или он всё-таки где-то его далеко поставил. Вот уже и четвёртый лучник построился. В Киото строится пятый. Продолжаем, как бы, клепать армию. Вот сейчас только думаю вести лучника. Так, и переключаемся на железо, естественно. Теперь мы открываем железо, а потом прямиком к самураям. Так вот, думаю, лучника вот вверх отвезти, там есть стойбище варваров. Даже уничтожить его не для того, чтобы они мне не мешались, а чтобы получить поддержку у городов-государств. Но решаю всё-таки понапрягать моего соседа, потому что мне важнее, чтобы меньше развивался Сиам, чем всякие там варвары и поддержка. Вот у городов-государств можно дань взять. Этим я, наверное, попозже займусь. Прыгну немножко вперёд, потому что всё, что происходит, это я делаю армию и подвожу её к городам. Об одном и том же рассказывать неинтересно. Видите, у нас тут небольшой, ну назовём его, сука-тайский инцидент на границе Японии и Сиама. Видите, у меня, ну, в общем-то, он своих лучников на горе располагает, на холмах, я тоже на холмах. И мы обстреливаем друг друга. Правда, в данном случае мне бы не помешали дороги к этим холмам, чтобы мне быстрее было передвигать своих юнитов. И вот, ну, надо было бы рабочего, конечно, лучше дорогу построить, тем более, что он всего один ход занимает. Это постройка. Видите, здесь я уже решил заняться варварами, наконец. Да, заработаем денежку и хорошее отношение городов-государств не помешает. И здесь я вывел на разведку своего лучника. И смотрите, как я это замечательно сделал. Я нахожу поселенца, который отправился. Вот, видимо, только сейчас Сиан закрыл ветки воли бесплатного поселенца. Вот он его получил и повёл на местоположение. И сейчас я попытаюсь с помощью фестклика его перехватить. Видимо, он уже передвинул поселенца. Видите, он его никуда не убирает. И мне сейчас надо было... Оп! Я это смог сделать. Какой я молодец. И, в общем-то, ну, то, что я при этом теряю лучника, это абсолютно пофиг. Он мне... Поселенец намного, намного круче лучника. Потому что те ресурсы, которые соперник затратил на строительство поселенца, ни в какое сравнение не идут по сравнению со строительством лучника. Это раз. А во-вторых, это, ну, грубо говоря, я сейчас захватил город. Потому что, ну, я думаю, через ход или через один... Хотя, вы знаете, я не уверен, что он бы его сохранил в любом случае, этого поселенца. Смотрите, там как бы варвар стоял на соседней клетке. И следующим ходом... Ну, в любом случае, я очень удачно вылез своим лучником на разведку. И это должно довольно сильно подорвать экономику Сиама. Лично я боюсь отпускать своих поселенцев без защиты. И уж лучше где-то у меня будут прорехи в обороне. Но поселенец под защитой, там, скаута или дуболома дойдет до того места, куда мне надо. Даже проблема больше не в соперниках, а именно в варварах, которые рождаются совершенно произвольным образом и могут повредить всей вашей тактике. Ну, здесь, видите, варвар не дойдет до моего рабочего. Он даже что-то не повредил моего лучника никак. Ну, вот здесь уже присоединена соль, хлопок. У меня избыток счастья. В принципе, можно уже следующим ходом и построить поселенца, я думаю, в Киото. Видите, я в Киото не забываю о росте. Не строю только армию. Все потому, что, опять же, мой соперник идет через волю. И если бы он шел через традицию, я бы, может, и строил только армию, чтобы задавить его... О, смотрите, какой он выдвинул авангард своей армии вперед. Вот, как бы, такое ощущение, что моему лучнику там хана. Надо вообще удалять, видимо, рабочего. Конечно, хотелось бы его сохранить. Да, попытаемся перехватить лучников, которые идут на перехват моего лучника. Ну, такая довольно интересная позиционная борьба происходит. Ну, я так рад, что я перехватил поселенца, что прям даже готов и этого лучника потерять. Хотя не стоило бы. О, еще и коник прибежал. Шифтом, кстати, обратите внимание. Так, ну, надо удалять рабочего. Давай... Что-то я вот сейчас не соображаю. Нифига... Это называется Леша тормоз. Ну, лучник уже был не жилец там, а вот рабочего надо было удалять, чтобы не достался Сиаму. Но все равно это рабочий, а не поселенец. То есть потеря даже двух лучников за поселенца – это нормально. Правда, второго лучника я потерял по собственной тормознутости. Ну что, давайте-ка в Киото попробуем тактику из прошлой игры. Построим несколько колесниц и будем с колесниц обстреливать моего соперника. Правда, сила колесниц все-таки поменьше, чем вот у метких луков. Но зато у них маневренность выше. Поэтому перекидывать их на фронт будет лучше. Ну, посмотрим, как пойдет. Вот, в любом случае, видите, у меня во всех городах строятся военные юниты. Хотя, как я говорил, наверное, в столице можно было бы уже и поселенца построить. А здесь у меня одинокий меткий лучник Исида Мураками. Нет, не родственник писателя. Абсолютно Мураками. Очень распространенная фамилия в Японии. Так вот, Исида Мураками идет разбираться с варварами. Ну, смотрите, Сиам открыл довольно сильный фронт со стороны Токио и пытается взять Токио... Ну, не знаю, пытается он взять или нет, но, во всяком случае, огородил теперь меня с правой стороны. Я не смогу сходить на правый с Токио. И, видимо, очень его расстроил мой захват поселенца. Ну, действительно, это его просчет. Вот то, что он позволил в тылу хозяйничать мне. Ему надо было закрывать тот проход давно. Я уже не говорю о том, что посылать поселенца без защиты довольно странно. Ну, это вот чистое везение сейчас было. Я вышел просто погулять, потому что, ну, стоит у меня лучник в городе. Почему он там без дела стоит? Давайте-ка сходим, посмотрим, что там справа. Тем более, там не разведано еще ничего. И вот, очень классно наткнулся на чужого поселенца. Это к вопросу о контроле карты, о том, что надо желательно контролировать всю карту и знать, где что творится. А для этого воля, опять же, лучший выбор. Потому что у вас больше городов, вы больше территорий занимаете. И, соответственно, больше карты можете охватить своими щупальцами. Так, ну что, следующим ходом у меня будет, не, через два хода у меня будет рост в городе. Поэтому я залочиваю всех жителей, чтобы получить перелив молотков. Я напомню, кто забыл, что если залочить всех жителей на клетках при, ну, при росте города и включить фокус, например, на продукцию, то вы, следующим, при росте города, получите плюс молотков столько, сколько молотков есть на самой продуктивной ячейке этого города. Вот, я думаю, понятно, надеюсь, понятно объяснил. Если вы поставите фокус на золото, естественно, вы получите больше золотых при рождении нового жителя, которые столько золотых, сколько есть на самой золотой клетке этого города. Что-то я так сумбурно объясняю. Но это касается всего фокуса, всех фокусов, естественно, кроме еды. Потому что вы и так на самых максимальных клетках с едой включен ваш город. Опять я прыгнул на три хода вперед. На конец 57-го хода я, видите, концентрирую свои войска в районе Токио. А колесницами оказалось очень классно разбивать варваров и зарабатывать на этом денежки. И вот там, видите, уже у варваров какой-то рабочий есть. Я еще подумаю, себе его оставить или вернуть городу-государству, чтобы на этом заработать очки влияния. Ну вот, видите, я тут уже достраиваю дороги своими рабочими, которыми можно будет... Опаньки. Вы смотрите, тут Урал время зря не терял. И шифтом я успею увезти или... Фу, успел вылечить. Так, значит, этот коник Пакеда. Слава богу. О, уже и генерал родился. Это очень хорошо. Я думаю, что моего соперника генерала еще нет, но я не буду его тратить пока на крепость, чтобы к столице продвигаться. Лучше всего, когда у вас есть уже два генерала. Тогда у вас, как бы, ну, есть простор для маневра. То есть, если вы потеряете, точнее, не потеряете, а ваш соперник перехватит вашу крепость, построенную генералом своим генералом, то у вас будет еще один генерал, чтобы эти уже две крепости перехватить тоже. Так что, этот у меня будет, генерал, использоваться пока для придания дополнительных сил моим войскам. А когда появится второй, тогда и посмотрим на возможность строительства крепостей. Тем более, что я уже под стенами столицы Сиама. И можно будет... Так, ну, вот я решаю, вместо того, чтобы спасти своего лучника, лучше уничтожить лучника противника, то есть, обменяться лучниками в данной ситуации. Мне это выгоднее, у меня производство выше, городов больше, и потери в войсках... А, так я успеваю и лучника уничтожить, и... Ой, убежал. Не усп... А, захватил моего рабочего. Ну, это не страшно. Главное, что я уничтожил... О, и еще... Сейчас, видимо, и коника еще, да. Нет, не смог коника уничтожить. Блин, надо было генерала сначала подвинуть, а потом уже стрелять. Тогда у меня было бы больше очков. Черт, что-то я... Сглупил. Так, ну, видите, я тут уже несколько построил конных лучников, но вот в данной ситуации это не самый лучший юнит, оказывается, потому что немного пересеченная местность в районе Сукатая и Сухатай, наверное, правильно. И не очень классно передвигаться на колесницах, поэтому попробовать надо было в любом случае. И потом они у меня смогут апгрейдиться в рыцарей, если доживут до них. Вот только сейчас я передвинул генерала, наконец-то. Не знаю, чувствую, я там потеряю своего. Вот так сделаем. Тут, смотрите, какое противостояние сейчас намечается. О, и мой соперник подводит дуболома. Ну что? Коник, видимо, готов, да. Кого обстреливать? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Эх. Жалко. Не смог я вменяемо всех обстрелять. Только Коника, который и так был полуубит. Ну, в принципе, и мой соперник немного добился. Уничтожил, конечно, моего лучника. Не совсем равноценный размен за Коника. Но... А, видите, у него генерал тоже есть. Тоже получил генерала. Так что мы в равных условиях пока. Ну, вообще, соответственно, у нас войска равные. Потому что и он, и я идем по воле. И в этом плане мы равны. У него получается... Вон, у него уже Муанг-Салуанг поставлен. Какое замечательное, благозвучное и быстро запоминающееся название у города, согласитесь. У него уже два города. Хотя, не знаю, все еще непонятно. Кстати, можно же посмотреть количество городов в дипломатии. Я просто об этом забываю. Периодически. Ну, вот, сейчас следующим ходом заполучу этого рабочего. И денежку. От разграбления. Так, видите, я сейчас попытаюсь... Да, отойдем сначала. И обстреливаем. Так. Мой соперник успевает, видите, своих юнитов убирать из-под моего обстрела. Да, возвращаю юнитов, и Занзибар становится моим союзником. И благодаря этому у меня, видите, плюс 9 счастья. Потому что это торговый город, который дает много шастия. Постолько становится союзником вашим. Ну, в Осаке я продолжаю строить конного лучника еще одного. Хотя, можно было бы уже понять, что этот юнит здесь не очень выгоден. В Киото у меня, естественно, нарост включен. Потому что счастья много. Вот дострою Стоунхенш. Вы же помните, моя любимая стратегия получения великих инженеров от чудес света. Дострою Стоунхенш. И, пожалуй, надо поселенца все-таки еще одного. Потому что 3 города хорошо, а 4 еще лучше. Видимо, тут затянется противостояние. Так, этому конику, похоже, гамон настает, к сожалению. Вылечить, вылечить не успел. Да, елки-палки, шо ж я за тормоз. Опять. Вот надо перед концом хода постоянно смотреть, сколько очков опыта у юнитов. Если заполнена полностью шкала, вот видите, название композит Боуман, и чуть ниже синяя шкала такая. Вот если она полностью заполнена, все, следующим ходом повышение. Значит, можно будет вылечить юнита. А я на это не смотрю. Вы знаете, всегда готов его увести в сторону. А не получается, потому что сначала нужно повышение сделать. Только когда повышение сделаете, тогда ваш юнит может ходить или стрелять. И за счет этого я очень часто и очень много теряю юниты в сетевых баталиях. Но, смотрите, я тут вообще по всем параметрам впереди. Ну, хотя наука одинакова у нас. По золоту, производству и еде я там буквально на 2-3 очка впереди. То есть совсем чуть-чуть. Но вот население у меня больше. То есть впереди в этом плане у меня все намного лучше. Ну и счастья очень много. 99% у моего соперника, 63%. То есть это говорит о том, что надо, надо строить еще города. А Асиам тем временем, видите, такой какой-то навал прям на Токио пошел. Но у меня достаточно войск и дорог построено для того, чтобы весь этот, эту атаку, если что, отбить. Но я правда не думаю, что мой соперник тут имеет в виду захватить Токио. Тут скорее, то, что я и говорил, меня понапрягать. Ну, он имеет преимущество на том фланге надо мной. И он его использует для того, чтобы немножко отогнать меня, чтобы моих юнитов подсокать. И тем более покоцать. Извините, подсокать. Подсокать и покоцать. И тем более, что, видите, я тормоз. Он пользуется этим и некоторых моих юнитов даже успевает убивать. Вот смотрите, видите, я нижнего рабочего, можно сказать, подставил. Но это вполне осознанный шаг. То есть в надежде, что мой соперник купится на этого рабочего и своим вот метским лучником его попытается захватить. Тогда я уничтожу и его меткого лучника и заберу обратно рабочего. То есть это такой подстава, после которой вы получаете больше выигрыш, чем не подставляя. Или в шахматах есть такой термин «жертва». Ну, а если мой соперник не забирает этого рабочего, то я просто там строю дорогу. Чтобы мне было удобнее по этим холмам перемещаться. Ну, как видите, я достроил, наконец, кого я там достроил, Стоунхендж. И в столице начинаю строить библиотеку, чтобы как можно быстрее добраться до самураев. Железо у меня есть. Ну, правда, еще не присоединено, но я с этим не спешу, как видите. Железо есть. Осталось открыть только самураев и идти в последний навал. Потому что я напомню, что у Сиама у них уникальный юнит слоны, которые заменяют рыцарей. То есть приблизительно в одну эпоху появляется вместе с самураями. И это тоже очень классный юнит, я так считаю. И довольно сложно будет воевать против Сиама, если он откроет слонов. Поэтому мне желательно быстрее дойти до самураев, чтобы ими уже разбить его армию. И тогда будет проще противостоять слонам, если, конечно, он доживет до них. Но все-таки я вот сейчас, глядя на эту картину, думаю, что сначала надо было в Киото строить поселенца, а уже потом библиотеку. Все-таки три города для игры через волю – это маловато. О, блин, еще и потерял меткого лучника. Очень неудачно я тут сыграл. Вот, и надо побольше городов, тем более, что места у меня замечательные, куда города ставить. Как я уже говорил, еще как минимум три города можно поставить совершенно спокойно. И они-то будет такой фабрикой юнитов. Этим навалом можно будет смести просто моего соперника. Ну, вот я начал присоединять уже железо к сети своих ресурсов для того, чтобы можно было строить мечников и с прицелом на самураи апгрейдить их потом в самураев. В районе Токио продолжается такая перестрелка, противостояние двух армий. Обратите внимание на разветвленную сеть дорог рядом с Токио. Это даже не очень разветвленная, еще надо на джунглях построить дорогу, на клетке с шахты, которая выше Токио. Вообще, когда вы либо защищаете какой-то город, на который идет серьезная атака соперника, либо у вас город рядом с городом соперника, на который вы планируете нападать, я вам очень рекомендую там строить дороги, особенно вот на такой труднопроходимой местности, как у меня здесь. Это для того, чтобы ваши войска были мобильнее, чем у соперника, и вы могли большими силами на него нападать. Так, а вот посмотрите на карте. Видите, вверху справа нашелся третий город, Сиама. Вот мне интересно все-таки, это его действительно третий город или он был вторым? Потому что, помните, я там в середине видео все волновался, по какой ветке воли мой соперник пошел. Либо он взял бесплатного поселенца, но где он тогда? Либо все-таки он брал бесплатного рабочего. Причем одного поселенца я у него уже перехватил, так бы у него было уже четыре города. То есть, в плане расселения, видите, в некотором роде мой соперник меня опережает. Мне бы надо тоже уже четвертый, даже, может, пятый город ставить давным-давно. Ну, а возвращаясь к теме про дороги, вот когда еще только вышла Цива, еще не очень разбирались в механике, вот пятой части именно, то думали, что дороги, вот они стоят денег, каждая дорога один золотой на содержание, каждый ход. И их смысл единственный только соединять города для того, чтобы были деньги от торговых путей, и юниты быстрее там передвигались между городами, и все. Но нет, вот когда у вас идет война, когда вы нападаете на соперника, особенно который, в принципе, по силе равен вам, то дороги решают очень многое. Ну, вот я как-то странно подставил своего конного лучника под варвара, и зачем-то в столице решил построить висячие сады. Ну, у меня просто, видите, счастье плюс 16. Но, в принципе, при игре через волю надо счастье, как-то сказать, тратить счастье не на большой город, например, большую столицу, а на большое количество маленьких городов. Это тут я что-то задумался, и, ну, я могу сказать, что следующим ходом я переключу на строительство великой стены, что, конечно, более правильно, потому что, опять же, очки великого инженера. И вообще, при нападении построить великую стену очень классно, чтобы она не досталась сопернику, чтобы ему было сложно против вас воевать и так далее. Я опять прыгнул вперед на три хода, потому что тут ничего не происходило, я только концентрировал силы, мы даже не перестреливались, ничего. То есть, единственное, что, видите, я в Токио, наконец-то, строю поселенца, а в столице переключился на великую стену. Покупаю скаута, потому что я сейчас планирую напасть все-таки на столицу соперника, причем справа, а не сверху, видите, у него сверху все его войска. Я так подумал, раз он там их сконцентрировал, значит, у него слева от столицы будет свободное место, и я смогу оттуда понападать. Вот сейчас посмотрим, я всех своих юнитов поставил на shift, и сейчас прямо в конце хода они передвинутся, и мы увидим, была ли правильной моя такая атака. Ну, скорее нет, чем да. Ну, зато у меня еще золотой век начался. Так, кого мы сможем уничтожить? Вот это вот он лучника подставил, конечно, зря он его сюда передвинул. Зато и моего лучника коник убил. Обменялись лучниками, ну, прямо скажем, это была атака на столицу авантюры, оказалось, в принципе. У него достаточно войск, чтобы отбиться. Вот видите, у меня по периметру границ моего соперника построены дороги. Вот Токио, рядом с Токио, между Токио и Сухотай сделаны дороги для быстрого перемещения. Да, ну, впрочем, следующим ходом надо будет быстренько убегать. Спасать свои шкурки японские из-под столицы Сиама. Ну, понервировали зато немножко. Да, только зря... Скаута я, кстати, купил для того, чтобы захватывать столицу. Типа я подумал, что сейчас вот смогу нормально напасть, снять много хитпоинтов со столицы и нужен юнит для захвата ее. Но, как видите, мой план провалился и только зря потратил 100 золотых на скаута. Ну, мне не жалко, что я вот так поступил, потому что пока у меня нету особых потерь. То есть, опять же, мы разменялись лучниками с моим соперником. А я его понервировал. То есть... Так, кого там? А, елки. Как он своим коником классно действует, да? Ну... Моего лучника на колесницах уничтожили. Ну, это... Видите, у меня, по-моему... Да, у меня ни одного лучника на колесницах и не осталось, между прочим. Все уничтожены. Это говорит о том, что этот юнит здесь, в данной ситуации, был не самым удачным решением. Только зря я их строил. Ну, ничего. В принципе, примерный размен все-таки с моим соперником произошел. Я же его юниты тоже уничтожал. Так что, в принципе, все путем. Вообще, глобальная стратегия на данный момент моей игры сводится к тому, чтобы дождаться самураев и уже ими, большими силами самураев, хотя бы тремя штучками, нападать на моего соперника. Напомню, что самураи в два раза быстрее создают великого генерала, поэтому очень выгодно именно ими нападать. У вас больше будет очков на великого генерала, и они быстрее будут появляться. Поэтому я буду стараться, как только открою самураев, побольше их построить. И, соответственно, на передний фланг атаки. Ну, и думаю, что вообще самураи очень классный юнит, и я смогу большие потери нанести своему сопернику. Еще немножко вперед. Никаких боевых действий, опять же, не происходит. Я отвел свои юниты назад, лечусь, концентрирую их, но зато закрыл ветку воли. И теперь я могу выбрать великого человека на свой вкус. И я решаю взять великого ученого, а не генерала. Опять же, потому что генералов я планирую получать с самураев. Здесь такая местность... Ну да, у меня сейчас будет... Было бы сейчас два генерала у моего соперника один, и я мог бы крепостями пододвинуть границу ближе к его столице. Но дело в том, что я не думаю, что мне это дало бы какой-то перевес игровой. Ну да, у него бы столица была охвачена более моей территорией, но по войскам пока я ему проигрываю. Поэтому я предпочитаю дождаться самураев, и скорость их появления повысится благодаря великому ученому. Правда, я его не спалю, а поставлю академию. На всякий случай, опять же, если мой соперник отобьет атаку самураев. И у меня намного быстрее появится самураи, и я смогу провести успешную атаку уже, а не не очень понятные нападения, если бы я ставил своим генералом крепости. Так, какое-то чудо света мой соперник построил, надо глянуть. Великую библиотеку? Не поздновато ли для великой библиотеки? Вот это, мне кажется, очень зря на данный момент было сделано. Ну, то есть, поздно. То есть, можно... Ну, надо было либо великую стену строить, или хотя бы уже висячие сады, которые вот сейчас намного больше бы давали, как бы не прибыли, то есть, они дают шесть еды. То есть, грубо говоря, вы можете переключить ваших жителей с клеток, которые шесть еду дают, например, на клетки, которые дают шесть молотков. То есть, это такой производственный бонус бы получился для игры через волю. При строительстве многих войск это очень классный бонус. Великая библиотека же, ну, да, бесплатная технология. Но, в принципе, мой великий ученый намного больше мне дает, чем великая библиотека сопернику. Я понимаю его желание побыстрее до своих слоников добраться, но я уверен, что все равно я быстрее доберусь до самураев. В общем, посмотрим. Посмотрим, кому выгоднее будет. Но лучше, вот я бы вместо великой библиотеки какое-нибудь другое чудо строил. Ну, как видите, по науке он на 2% меня опережает, но это ничего, это просто означает, что у него на 2% больше открытых технологий. А я иду по самым дорогим технологиям быстрее к самураям, и только поэтому у меня технологий меньше. Он просто открывает более дешевые. То, что у него наука выше или ниже, это ничего не значит. Я думаю, что у меня наука как раз выше. Так, в Восоке надо было вместо мастерской, я думаю, кузницу строить. Напоминаю, она дает больше, быстрее будут юниты строиться военные. А так как ее можно построить только в городе, рядом с которым есть ресурс железа, то, сами понимаете, не везде это возможно. Поэтому все-таки надо было в Восоке именно кузницу строить, а потом уже мастерскую. И то мастерская, в принципе, выгодна, если город может самолично выдавать от 15 и больше молотков. А я там не посмотрел, сколько молотков, но так визуально, по-моему, Восока не дает столько. Поэтому все-таки кузня должна была быть первым выбором. Но вот видите, у моего соперника тут рабочий, без защиты. Я думаю, захватывать его, не захватывать. И решаю, что, а, была не была. Или нет. А, нет. Да. То есть, видите, он пытался... И захватил все-таки. Но, видите, тут я быстрее... Смотрите, что произошло. Я на шифт поставил своего лучника. И мой соперник поставил на шифт своего коня. Но считается, что мой лучник первый, и он захватил рабочего, а коник его второй. Кстати, вот интересная механика, как игра определяет, какой юнит первый, а какой второй. Его коник второй. И, значит, ходил на эту клетку. И поэтому, как бы, ранил моего лучника. Здесь я успел лучника потом увезти обратно следующим ходом. И даже успел рабочего увезти. Но коник его захватил. И сейчас я попытаюсь их еще поубивать. Постараться. То есть, в данном случае мой фест-клик оказался быстрее клика соперника. Начинается следующий ход, и я достроил великую стену. Практически весь набор моих любимых чудес света у меня есть. Теперь у меня будут... Следующие чудеса, в принципе, можно только великими инженерами и строить. Так, в Киото я еще до самураев построю мастерскую. И потом начну строить только мечников. Вот, основываю, наконец, четвертый город. Можно, в принципе, уже и пятый основывать давно. И снова прыгаю вперед на четыре хода. Собственно, не происходит настолько ничего, что я, видите, своими лучниками пошел в варварские поселения грабить и денежку на них зарабатывать. Но, в принципе, я жду самураев, и уже с самураями решится судьба партии, как мне кажется. В Осаке, наконец-то, кузницу я строю, чтобы быстрее потом строились самураи. В столице уже мечники идут, которые потом будут апгрейджены в самураев. А в Токио я, на всякий случай, решил стену построить. Но, как мне кажется, это зря трата молотков, потому что и так у меня великая стена построена. Моему сопернику будет очень сложно нападать на этот город. Поэтому надо было там тоже юнитов каких-нибудь строить. Смотрим на демографию, еще немножко вперед на 83-м ходу. У меня намного выше населения, намного больше производства и еды намного больше. Собственно, экономика у меня намного лучше развита. Да, мой соперник немного опережает меня по налоге. Но, еще раз напомню, это потому, что я иду по дорогим технологиям. Наконец-то открыты самураи. Ну, надо было побольше еще мечников построить. Все-таки денег у меня достаточно для апгрейда. Как минимум трех мечников. Вот 70. Да, трех мечников я мог бы спокойно апгрейдить в самураев. Надо было, чтобы их у меня три и было к этому моменту. Ну, ладно. Что есть, то есть. Сейчас построю хотя бы несколько самураев. Пока надо их не показывать моему сопернику, чтобы он раньше времени не убегал. И ими хоть немножко покоцать его армию. И теперь уже переношу вас непосредственно к боевым действиям. Ну, традиционно вначале я профукиваю своего длинномечника. Но зато, как видите, самураи с первого удара может уничтожать лучников соперника. У меня их уже, по-моему, трое есть. И пора, видимо, приступить к уничтожению армии противника. Хотя, конечно, можно было бы еще арбалетов дождаться. Но не стоит. У нас уже достаточно войск для нападения. Так, видите, пока я не раскрываю сопернику наличие у меня самураев. Обстреливаю тем, что есть. Ну, такая позиционная борьба. Вот, наверное, пока я решил сначала обстрелять лучниками, а потом уже следующим ходом использовать... Ну, вот видите, я не могу сейчас самураем уничтожить этого лучника, потому что дорогу занимает О. Может, он сейчас этого лучника моего уничтожит, и тогда я смогу самураем воспользоваться. Видите, неудобно. Неудобная такая местность. У меня... Моим войскам негде развернуться. Но я немножко сейчас в тактическом плане сглупил. Не надо было туда, вот, на передний край атаки ставить лучника. Уже надо было нападать самураем, в принципе. Видите, у моего соперника копейщики, это значит, что он пошел через гражданскую службу по технологиям. Так что ему еще далеко до открытия всяких военных технологий, и поэтому у меня есть шанс своей атакой... Так, ну, этому... Да, этому до свидания, к сожалению. Но зато у меня освободилось место для атаки самураем. И начинаем. Видите, всего 8 очков... Как его... 8 хиллпоинтов всего лишь потерял мой самурай, а я тут вовсю куролесю. Куролешу. И это, видимо, сейчас будет разгром армии моего соперника. Потому что самураи – это круто. С другой стороны, вот, если он отведет сейчас своих юнитов, то брать Сукатай мне пока нечем. Надо бы... Ну, хотя вот у меня есть много лучников, я уже дождусь тогда открытия арбалетов. Арбалетов. Апгрейджу их в арбалеты, и арбалетами буду захватывать столицу. Как видите, в основных моих городах строятся самураи. Армия японских самураев пойдет волной смерти на сиамские города. Очень удачно, что у меня Токио под столицей Сиама. Мне будет удобно атаковать. Но, видите, не очень удобно своих юнитов расставлять. Хоть я тут и понастроил дорог, но пробиться к основным войскам соперника сложновато. Ну, тут немного холмов, на которые можно поставить своих лучников. Ладно, следующим ходом будем пытаться пробить оборону и дальше. Ну, как видите, шифтом пользуюсь, чтобы заранее свои планы не показывать сопернику. Так, вот, успел этого лучника уничтожить. Так, а вообще, смотрите, у него генерал всего лишь под защитой лучника. Надо, вот я вместо того, чтобы там скаутом заниматься, надо этого генерала убивать. Ну, 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 так, так, чем тут напасть-то? Да, сложно самурая убить. Все, готово, генерал уничтожен. И, кстати, вот то, что вы видите, это вся армия моего соперника. Вот, всего раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, видите, Урал пишет «Окей, гуд гейм», это значит, что он сдается. Что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Хотя, честно говоря, странно, что он сдался. Все-таки тут, по-моему, еще можно пообороняться. С другой стороны, самураи – это такая штука, что долго не пообороняешься. В любом случае, еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Подписывайтесь на мой канал «Леша играет». В следующем дуэльном матче я буду играть с человеком, который проиграл в полуфинале турнира. Напоминаю, что те комментаторы, которые в комментариях напишут результат этого матча, будут сразу забанены, а их комментарии стерты. Спасибо за понимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!